приветствуем приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и сегодня видео посвященное кокосовому субстрату особому продукту о котором мы в прошлом году говорили и я вот несколько лет использую его но вот снова же куча вопросов я их компоновала и хочу ответить на них но для начала хочу рассказать вам вот я покупаю в таких брикетах снова же не рекламирую никого не показываю где я покупаю вот она внутри вот так выглядит видите брикеты получается у меня если покупать вот мы покупали вместе я весной прошлом году целый набор их купила вот этих блоков получается где-то 118 120 гривен за брикет 5 килограммов то есть это 20 чуть более 20 гривен это около доллара потому что у нас доллар сейчас стоит где-то около 25 гривен так что где-то около около и сразу же хочу показать как оно работает буквально вот смотрите это вот здесь вот это свежий замоченный я его замачиваю он размачивается увеличивается где-то в семь раз вот такой объем я чуть позже вам покажу где откуда он пришел к нам а здесь вот хочу показать вот смотрите это вот кокосовый субстрат целый сезон смотрите как обновилась земля какая красивая становится черный рыхлый органика такая шикарная вот это через сезон вот так вот превращается в прекрасное удобрение но для того чтобы более полно объяснить ценность этого продукта давайте отправимся с вами в место где произрастают кокосы из чего делает продукт этот то есть отправляемся с вами в шри-ланку кокосовый субстрат производят в шри-ланке из кокосовых орехов шри-ланка это остров цейлон это больше нам знакомы как остров цейлон и знаем что здесь очень ценный чай но для ланкийцев это очень очень ценные растения и растут королевские пальмы в каждом абсолютно саду мы были в поселке у новоту и у каждого домика там растет минимум одна пальма королевского кокоса иногда одна пальма растет на меже участков и орехами пользуются две семьи и хватает ведь одна пальма выдает за год на гора минимум 150 кокосовых орехов для жителей шри-ланки и благословенной земли каждое растение почитается особо но пальма королевского кокоса в особом почете и уважении ведь сок и нежная мякоть самого ореха очень ценное и питательное мне хватало одного кокоса почти на весь день после целебного витаминного напитка уталяется жажда и исчезает желание есть вот это выпивают съедают ланкийцы а кожуру ланкийские садоводы активно используют для разных целей вот кожура крупного или нескольких меньших орехов привязанные канатами к пальме и в ореховые остатки посажены растения ореховая кожура также служит мульчевой для растений например пальмы тоже пальмы которая сверху же уже формирует новые орехи часто кожурой просто обкладывает любые растения сада и сверху поливают водой кстати вода на острове мягкая и очень вкусная при жаркой погоде и в сезон засухи а здесь кстати только дважды по два месяца бывают периоды муссонных дождей а то всегда сухо и жарко зимой например вот когда мы были плюс 33 34 градуса днем это южный берег шри-ланки и вот в этих климатических условиях кокосовая кожура служит ланкийским садоводом как источник удобрений и как мульча вот мульча отличная отменная получается скорлупа ведь состоит из органических трубчатых таких волокон которые дают возможность корням дышать корни растений сада прекрасно себя чувствует вот эти трубчатые волокна при поливе или дожде впитывают влагу большом объеме ну вот по мнению исследователей именно волокна королевского кокоса удерживают влагу вот до 7 раз больше чем вот имеют собственный вес и удерживают эту влагу и потом выдают растению кокосовая скорлупа это экологически чистый продукт имеющий еще важное свойство одно важное свойство это отличный антисептик септик растения обложенные кокосовой скорлупой не болеют грибковыми заболеваниями и вот те растения которые посажены на дереве они тоже нормально себя чувствует их высаживают перед периодом дождей и не поливают вот там набирается влага и питает все растения кокосовые орехи ценятся ланкийцами еще и потому что являются кладезем питательных веществ для растений естественно к нам доставляются уже не половинки кокосовых орехов а их собирают на шри-ланке на всем острове специальные площадочки предприятий где внутренняя часть орехов идет на изготовление крепчайших канатов и других каких-то продуктов а оставшаяся кожура измельчается и прессуется в блоке их легко складывать и отправлять в европейские страны где выращивается очень активно цветочные и овощные растения с помощью вот этого ценного продукта который называется кокосовый субстрат а ценен кокосовый субстрат вот еще чем в нем есть смотрите что есть это все доказано калий кальций железо магний марганец медь цинк и другие микроэлементы они очень хорошие для того чтобы растить растение давать нужное питание растения вот субстрат хорош именно для правильного баланса питательных веществ для ланкийских садоводов кокосовая королевская пальма и это еще не только источник жизни для своего тела и для всех садовых жителей мы же можем воспользоваться их опытом и кокосовым субстратом который можно купить и в украине нынче и в россии и в других странах снг и еще плюсы без них ну никак нельзя я хочу о них сказать кокосовый субстрат имеет высокую скорость обмена катионов что позволяет ему хранить питательные вещества и высвобождать их по мере необходимости то есть только корни растут и проникают дальше вот этот субстрат и получают нужное количество того что надо в данный момент из того питания что надо данный момент растению также кокосовые волокна способствует росту полезных бактерий из-за соединений которые называются лигнины вот эти лигнины создают уникальные такие благоприятные условия я смешиваю с почвогрунтом и добавляю туда фитоспорин и получается что вот эти бактерии по фитоспорина прекрасно себя чувствует развиваются в почвогрунте естественно следят за порядком в почве то есть убирают все вредные споры грибковых заболеваний а помогает им в этом кокосовый субстрат кокосовый субстрат это части кокосов которые являются семенами поэтому волокна богаты гормонами и биостимуляторами которые симулируют рост семени и растений вот это есть естественный природный усилитель роста и я использую также для того чтобы выращивать в почвогрунте смешанным с кокосовым субстратом и черенки хорошо прорастают и хорошо растут растения и рассада и далее растения в теплице обязательно при посадке вот помидоров при посадке огурцов огурцы очень любят создаю вот такие условия добавляю вот этот кокосовый субстрат в почву и корни очень хорошо развиваются и они там о субстрате кокосового можно говорить еще много но я хочу просто ответить на несколько таких важных моментов вопросов которые касаются кокосового субстрата его в его составе соли хочу сказать что я просто-напросто беру замачиваю и вот эту воду после замачивания попробовала на язык так как это антисептический продукт я не переживаю что там какая-то грязь но попробовала никакой соли там не ощущается ну и пиаш нейтральная в кокосовом субстрате это тоже плюс и очень важный плюс ну и момент еще важный срок разложения кокосового субстрата пять лет и вот она после пяти лет вот эта субстанция становится такой черной красивой как будто бы там действительно перегноем пересыпано во всех со всех сторон именно этот продукт очень полезен и очень нужен для того чтобы использовать его на наших огородах я снова же не рекламирую никого никакие предприятия те кто продает можно искать самостоятельно где что дешевле мне очень нравится этот продукт и я буду покупать и покупаю его не в сезон а покупая осенью или же зимой когда существуют рождественские распродажи новогодние распродажи когда можно купить очень дешево вот этот очень ценный материал для наших огородов для наших растений вернемся к наш южный регион украина измаил одесской области где мы снова же где начинали наше видео мы пользуемся вот этим уникальным удивительным продуктом производимым из кокосового из кокосов королевских кокосов которые в шри-ланке просто собирают и они растут там постоянно а у нас они служат прекрасным удобрением ну и всем тем о чем я вам только что рассказывала на этом мы ставим запятую потому что тема очень интересно будем ее продолжать прощаемся с вами до следующего видео его сняли для вас как всегда подготовили раиса горяченко и александр волик пока пока александр волик